Славянский район располагает уникальным природным ресурсом, о котором мы иногда забываем – целебными водами. А между тем, благодаря им поправить свое здоровье и здоровье детей можно, не выезжая за пределы района. Используя эту возможность, уже второй год по программе «Дети Кубани» десятки юных славянцев совершенно бесплатно получают оздоровление на базе славянской больниологической лечебницы. Спелеокамера – одна из самых простых, но в то же время действенных процедур, которые по бесплатным для семьи путевкам получают юные славянцы. Такая возможность есть у наших ребят уже второй год, благодаря реализации краевой целевой программы «Дети Кубани». Многие из тех, кто в этом году проходит оздоровление в водолечебнице, пришли уже во второй раз и результат почувствовали. Я весь год не болел. Не буду болеть, потому что хожу в спелеокамеру. Спелеокамера – это комната, сделанная полностью из соляных камней. Просто дышать в ней очень полезно для профилактики болезней верхних дыхательных путей. Несмотря на умиротворяющую обстановку здесь, детям скучать не приходится. Я в прошлом году с бабушкой сюда заходил, мы с ней в слова играли. Если были еще дети, мы с ними в слова играли. В рамках этой оздоровительной кампании детям оказывают порядка десяти различных услуг. В их числе лечебный массаж, физиотерапевтические процедуры, гальваногрязь, парафинотерапия и, конечно же, йодобромные ванны. Какие из процедур ребенку необходимо получить и в каком объеме определяют опытные врачи узкой направленности, которые, основываясь на санаторно-курортной карте ребенка, делают назначение. Здесь тоже организован прием и лор-врача, и невропатолога, и окулиста, если есть необходимость, и педиатр, естественно, ведет прием. И делается отбор детей по профилю их заболевания. Сотрудники водолечебницы утверждают, что обратная связь от родителей, которые в прошлом году оздоровели детей подобным образом, только положительная. Очень положительно. Детки, ну как, если бы были недовольны, не помогало, мамы бы отказались и не привели своего ребенка. Организация, еще организована у нас бесплатная булочка, чай. То есть детки часто, чтобы физпроцедуры, наши процедуры натощак, дети не отпускаются. То есть дети не всегда дома готовы, поэтому для этих целей у нас буфет работает, и детки получают бесплатное питание. Те, кто в этом году впервые получает здесь оздоровление, надеются на эффективность и благодарны за предоставленную возможность. Мы узнали первый год, и надеемся, что они нам помогут, и детки наши будут здоровыми. Дети получают очень хорошее лечение, и мы очень довольны, что есть такая возможность пролечить их, особенно летом, когда у них лето, каникулы. Очень хорошие процедуры. И надеемся, что помогут нам, и детки наши будут здоровее. Получить путевки в водолечебницу можно по четырем направлениям заболеваний – органов зрения, дыхания, нервной системы и кожи. Выдают путевки по линии управления по вопросам семьи и детства, а также социальной защиты населения. В этом году уже 160 ребят оздоровились на территории Славянской больнии-лечебницы при Азове. Сейчас проходит оздоровление 43 ребёнка. И планируется до конца года оздоровить ещё 40 ребят по путевкам, выдаваемым управлением социальной защиты населения. Это новый вид оздоровления. Он у нас действует только второй год. В этом году путевок уже больше предоставлено славянцам. Славянцы оценили данные процедуры. Родителям очень нравится и удобно, что они могут оздоровить детей на территории именно своего района, не выезжая, не отрываясь от работы. Лечение проводится за счёт краевых субвенций по программе «Дети Кубани». В этом году выдача путевок завершена. Чтобы оздоровить ребёнка в 2019-м, родителям необходимо в начале следующего года обратиться по этому вопросу в многофункциональный центр «Славянский», который принимает соответствующие документы и осуществляет постановку на очередь. Мария Климова, Игорь Ванчуков, программа «События».